В эти дни в Кубанском государственном университете проходит Всероссийская научно-практическая конференция, целью которой является повышение качества преподавания общественных наук и развитие научно-методического сопровождения государственной политики в области просвещения. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия в конференции принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Протерей Александр Игнатов. В день открытия конференции состоялся круглый стол Союза писателей, в котором отец Александр выступил с докладом на тему «Православная антропология. Ключ к прочтению русской литературы». В своем выступлении батюшка раскрыл тему «Как устроен человек». Как соотнести христианскую антропологию с литературными произведениями великих русских писателей отец Александр показал на примере творчества Александра Сергеевича Пушкина, который указал на составляющую души и духовности. Эти слова священника заставили посмотреть Пушкина не на шум веселого бала, нарядных женщин, а именно вглубь своей грешной души, и пожелать увидеть там много неисправного и исправиться. Вот к чему ведет духовная жизнь человека, когда не просто размывается понятие духа по философским определениям, а определяется она как Богом данное составляющее человеческого естества. Отец Александр представил собравшимся точную копию Евангелия Федора Михайловича Достоевского. Оно с пометками Федора Михайловича. Там, где он помечал, где на каторге ногтем, где карандашом, реже чернилами, читать без определенного внимательного размышления невозможно. В работе круглого стола также приняли участие представители духовенства других митрополий, литераторы, публицисты, преподаватели, студенты вуза. В завершении своего выступления отец Александр подытожил. Так вот, Федор Михайлович сказал, явить современному миру Христа и указать путь к Нему. Вот высочайшая миссия русского народа. Нам надо Христа открыть в себе. Евангелие, которое принес батюшка, вызвало большой интерес не только у литераторов, но и у работников библиотечного фонда университета. Вот цитата. Вот это его пометки, это его рука. О, здорово. Вот наша задача нести плоды духовные, которые содержатся в этой святой книге Евангелия. Здорово. Можете даже подержать в руках. Можете так? Да, пожалуйста. Вот эти. Да. Это вот уже пометки мои, по пометкам. Да, по пометкам. Конечно, читать это удивительно. Что Фёдор Михайлович останавливался, на чём он акцентировал своё внимание, на что не просто обращал внимание, а цитировал, вкладывал в уста своих героев. Помоги Господи, чтобы книга Евангелия стала книгой жизни каждого из нас. Чтобы должны изучать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.